Лукашенко хотел еще с вами обсудить. Ясно же, что его вина огромна в этой войне, но вступит ли Беларусь полноценно в войну против Украины? Даст ли своих солдат? Будет ли участвовать как еще третья сторона, а не просто плацдарм для нападения? Я, если понимаю, что Лукашенко не до конца идет совершенно, то, конечно, ответа нет. Но всем же нам Докаев объяснил, что у Путина, Путину кранты. Ну, вопрос времени. Ну, такая же, послал его прямо-то, ну, совершенно. Я не думаю, что Путина кто-то так еще унижал, как унизил такая в напитинской форме. Значит, почему он это сделал? Потому что уже все, он понимает, что от него, от Путина, так, что у него нет будущего, от него ничего не зависит в ближайшем будущем. А сейчас у него нет сил и возможности кому-то там что-то серьезно отомстить, и только Путина там попытался такая умстить там, перерубить ими кислорода, нефтепровод, газопровод, еще что-то сделать, но сил не хватило. А такая звучит с поддержкой, похоже, что Китай. Хотя меня убеждают, что и Турция в этом процессе принимала участие. Поэтому я не думаю, что Лукашенко настолько идиот, что он возьмет и бросит в топку всех своих силовиков. Он же у власти-то держится только благодаря силовому подавлению народа. А если он их бросит, они, во-первых, могут обидеться, сказать, знаешь, что, дорогой, мы тебя тут охраняли от всех этих миллионов белорусов. Но они могут и до границы не дойти, а развернуться на Минск, в общем. Могут на Минск развернуться, могут его сразу, так сказать, с шарфиком или табакером, или чем-то еще там, чтобы не посылал их на смерть. Я поэтому думаю, что Лукашенко не пошлет свою армию никогда. А создание российской военной группировки в Беларуси на границе с Россией, насколько оно опасно? Киев называется следующим, ну, снова повторным направлением нападения. Гипотетически, конечно, это может быть повторение атаки на Киев. Практически, мне кажется, Путин сейчас не до этого. У него будет что-то удержать этот статус-кво, который сложился на большой линии фронта. Мне кажется, для него это важнее. Вот этот южный коридор, о котором он там сейчас будет говорить. Мы прорубили коридор, да, к Крыму, Крым наш и так далее. Мне кажется, для него это вот сейчас самое важное. Не надо, потому что там российская армия начала строиться со страшной силой на бронительные сооружения, чтобы уже не наступать, а броняться. И сделать атаки украинской армии, ну, как бы, так сказать, неприемлемым по цене победы, по цене вот этих атак. Поэтому я думаю, что нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Потому что он понимает, Лукашенко, что как-то надо потом выживать дальше. Он, конечно, будет сосать с Путина деньги, потому что у него своих нет. Но он что-то ему обещает, сдаваясь в страну в аренду. Он же сдал сейчас Беларусь в аренду России, Путина. Поэтому он, естественно, будет так и дальше продолжать. Но я думаю, что непосредственно в боевое столкновение вооруженные силы и силовые структуры Беларуси с Украины не войдут. Уже не войдут. Дай бог, дай бог, чтобы Лукашенко действительно... И россиянам никакого смысла нет. Он начинает по новой, получает по морде от украинской армии, которая сейчас все-таки получает все больше и больше оружия, получает все больше и больше опыта, поддержки. Если бы это решали россияне, понимаете, а когда это решает полувыживший из ума лидер государства, то, в общем-то... Но я не знаю, кто на его окружении готов взять ответственность за новость в Киеве. Ну, как говорится, ваши слова до богу в уши. Немного узкую в этом вопросе. Будем надеяться, что и дальше Лукашенко будет руководствоваться принципом или шаг сдохнет, или по дешагу умрет, и будет пережидать. Да, да, да. Вот именно это так и должно быть. На это мы и надеемся. Субтитры создавал DimaTorzok